Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема сегодня. Новые технологии в дагестанском аэропорту. Открыт международный терминал. Что это даст пассажирам и в чем преимущество, выясняли наши корреспонденты. ЕТР-инновация, современные взгляды и подходы. Дагестан стал пилотным регионом, где начали реализацию нового экспериментального проекта. Олимпийца Заура Угуева чествовали в Хасаверте. Сегодня в Махачкале состоялось открытие нового международного терминала. Такой терминал совмещает высочайший уровень технологичности. Его запуск позволит увеличить пассажиропоток в три раза до 300 тысяч человек в год. В церемонии открытия принял участие и в РИО главы Дагестана Сергей Меликов. Подробности расскажет моя коллега Алина Багилова. Долгожданная сдача международного терминала в аэропорту «Уйтаж». 11 тысяч квадратных метров современной дизайна и новые удобства, которые позволят автоматизировать процесс авиаузла. По словам Сергея Меликова, новый терминал должен решить проблему очередей, а также значительно повысить комфорт путешественников. Здесь действительно созданы все условия, когда человек с хорошим настроением сможет без проблем пройти все процедуры различного уровня контролей, занять свое место в международном лайнере и полететь туда, куда он планировал. Для отдыха, для деловых поездок, для путешествий. Это очень важно. На строительство и оснащение нового международного терминала было выделено более полтора миллиарда рублей. Важным преимуществом водообъекта в эксплуатацию является одновременное обслуживание всех вылетающих-прилетающих пассажиров, что позволит увеличить пассажиропоток до 190 человек в час. Это в три раза больше, чем обслуживали ранее. Пассажиры, прилетающие, никак не пересекаются с пассажирами, улетающими в зарубежное направление. Поэтому, конечно же, это многократно увеличивает и скорость обслуживания пассажиров, это просто и комфорт для пассажиров, когда нет необходимости ждать несколько часов вылета соответствующего рейса. Здесь уже мы планируем, что в течение часа будет обслуживаться рейс всех авиакомпаний, каждая авиакомпания, которая будет пользоваться данным международным терминалом. Новый терминал включает в себя шесть стоек регистрации для пассажиров, кабины для маломобильных граждан и два телетрапа, которые позволят обслуживать пассажиров без перехода в автобус. Из столичного аэропорта можно попасть в Казахстан, Саудовскую Аравию, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты. В скором времени планируется расширение авиасообщений и с другими странами. В ближайшее время у нас уже авиакомпании запрашиваются, это Баку, Азербайджан. Сейчас идут переговоры по установке рейса на Иран. Пока чартерные, регулярные чартеры, потом это планируется уже на постоянной основе. Очень серьезные запросы на Среднюю Азию. Международный аэропорт Уйташ имене дважды Героя Советского Союза Амитхана Султана – единственный аэропорт в Дагестане. Теперь и единственный на Северном Кавказе, имеющий телетрапы и другое суперсовременное оборудование. Алина Багилова, Магомед Магомедов и Дауд Гасанов, телеканал ННТ «Каспийск». В Ленингенсе к первому сентября увеличат количество общественного транспорта. Толчком для этого стали многочисленные обращения граждан. Напомним, ежедневно с 26 июля по 2 августа проводились обследования маршрутов, анализ работы конечных остановочных пунктов диспетчерской пассажиропотока на маршрутах 125-125А-146. По итогам мониторинга было принято решение, что компания-перевозчик ООО «СК Транс» усилит контроль за работой диспетчеров. А к началу нового учебного года в связи с сезонной необходимостью количество транспорта на маршрутах будет дополнительно увеличено на 15 единиц. Смертельное ДТП в Дербенском районе. На автодороге «Кавказ» 46-летний водитель машины «Лада Приора» из селения Белиджи Дербенского района наехал на 18-летнюю жительницу села Аглаби. Известно, что девушка шла по пешеходному переходу. Она скончалась до приезда скорой. Водитель же с различными телесными повреждениями доставлен в центральную больницу Дербента. Собран материал для принятия процессуального решения. В Махачкале продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день подрядной организацией устранены неровности, уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия по улице Ибакова. Также будет приведена в нормативное состояние тротуарная зона и уложен верхний слой асфальта. Вначале там вообще невозможно было сколько времени, вообще невозможно было ни проехать, ни пройти, как говорится. И объезжали, и аварийные ситуации создавались. Но сейчас маршала от лучей можно проехать, и приятно, как говорится, то, что делается. Вернем землю в центре народу. Под таким лозунгом в Махачкале провели первый форум по реализации проекта частной реновации. Участие в мероприятии приняли неравнодушные жители столицы и представители общественных организаций. Детально говорили о проекте, который реализует компания «ЕТ-Реновация» и ее масштабных планах. О проекте, дающем людям надежду на лучшую жизнь, подробнее расскажут мои коллеги. Эстетичные кварталы на месте трущоб в центре города. В 2017 году был дан старт программе «ЕТ-Реновация». Всего в рамках проекта из ветхих домов более 120 семей переселились в квартиры премиум-класса. Резиат Расулова почти 30 лет прожила на улице Горького. Дом невозможно было продать, двор был в плохом состоянии, а санузел и ванная комната находились на улице. Но став участником программы, она получит сразу две квартиры. Мы отдали свои собственные земли, старые столетние дома, и мы очень даже рады. У меня были три комнаты старые, вместо этого мне дают две квартиры по 60 квадратов. Мне хватает одну сыну, другую нам. Мы жили в центре города, никакой не было ванны, туалет, условий не было. Это, представляете, в каком веке жить в центре города, без холодной, без горячей воды, купаться ходили по городу, к родственникам. У Магомеда Магомедова также сомнений в программе не возникало, особенно когда ему пообещали помочь с оформлением документов. И на время строительства многоэтажки предоставили съемную квартиру. У нас бывают какие-то справки нужны, допустим, которые мы должны представить им, вот когда купли, продажи, когда мы отдаем свой дом, чтобы нас не отвлекать. Они сами бегали, все это они сами собирались на Ермошкино-113, где вот стоит на сегодняшний день мой домик, так скажем. Я получил оттуда несколько квартир буквально через пару лет. Пока они мне ключи дадут от квартир, они оплачивают за квартиру. По словам соучредителя компании ЕТ «Реновация» Екатерины Орловой, первый форум по реализации проекта поможет узнать мнение общественности о влиянии комплексного развития территории на облик столицы. Прежде чем планировать новые кварталы, у нас их много, поскольку очень многие жители хотят присоединиться к нашей программе, то есть центра города, в первую очередь, Качкалы. Мы хотели узнать мнение всего общества, как повлияет эта реновация и какие насущные проблемы она должна решить не только для тех людей, кто получает шикарные квартиры в центре города, но и для всего общества. Так, чтобы центр города Качкалы стал предметом гордости республики и не только радовал взор туристов, но и сами жители были довольны и счастливы. Проект социального значения действительно способен изменить жизни многих, облагородив вид столичных кварталов. Вместо полуразрушенных саманных временок люди будут жить в квартирах премиум-класса с евроремонтом, благоустроенными дворами, детскими площадками и подземным паркингом. Но главное, горожанам, прожившим в центре Махачкалы всю жизнь, не придется переезжать на окраины. По представленному проекту комплексного развития государственного предполагается строительство новых кварталов в таких микрорайонах, как Новый Пушет, Досав. Но многие люди не согласны выезжать на окраины из центра. Они хотели бы все-таки остаться здесь. И для них есть вариант частной программы реновации, то есть получение квартир там же, где они живут. Для того, чтобы эту программу запустить в полноценном варианте, при проектировании мы бы хотели учесть интересы все общества. И все вопросы, которые были здесь озвучены, мы их не просто разрабатываем в рамках нашего проекта. Дальше мы с представителями общественных организаций, хотели бы уже с органами власти обсуждать дальше, как будет развиваться данный проект комплексного развития. Дагестан стал пилотным регионом, где был реализован проект ЕТР «Инновация». Вскоре планируется расширение географии, и компания начнет обновлять ветхие кварталы и в центральной части России. Ларьяна Шимхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». Микрорайон Досааф подключили к централизованной канализации. Напомним, в апреле текущего года Салман Дадаев встретился с жильцами микрорайона, выслушал жалобы по поводу неполадок в системе сточных вод и обещал помочь. Накануне улицы Пилотная, Самолетная, Парашютная были переведены к централизованному коллектору, предложенному подрядной организацией ООО «Артстрой». По словам генерального директора компании Гаджи Гаджиева, здесь же вскоре будет разработан проект ликвидации скопления сточных вод. Более 11 тысяч метров линии уже уложено, и это позволит снять злободневный вопрос с канализацией. «Функционирует сама сеть бесперебойно, но бывает, уровень воды поднимается в связи с тем, что насосные станции не успевают в период дождей транспортировать все эти дождевые стоки, которые попадают с кировской территории в постбытовую канализацию». «На данный момент идет согласование точки сброса ливневых стоков в реку Тарнаирка. После согласования точки сброса уже проектирование будет завершено». Отметим, что в последнее время столичными властями ведется масштабная работа по пресечению незаконного вывода в водоемы неочищенных сточных вод. В Махачкале усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Проверку проводят рабочие группы совместно с правоохранительными органами по поручению мэра Салмана Дадаева. Рейдовые мероприятия будут проводиться регулярно, а за нарушение теперь будет оштрафован не только водитель, но и компания-перевозчик. Мониторинг продлится до тех пор, пока сохраняется высокий уровень опасности распространения коронавируса. По словам контролирующих органов, основная цель – это отказ водителей перевозить пассажиров без масок. Надо сказать, что большинство носят уже маски. Вот эта информационная работа, предупреждения и так далее, они даются в результате, в том числе работа адресная, проводимая с руководством компаний-перевозчиков и так далее. Но, тем не менее, определенная часть, есть население, которое пассажиры не хотят. Основной посыл будет сделан нами, чтобы водитель требовал от пассажира соблюдения масочного режима. А те люди, которые категорически противятся этому, их не взять, либо высадить с маршрутки. Если нам удалось навести порядок на свадебных мероприятиях, в плане их полного запрета и закрытия банкетных залов, и чтобы в ресторанах их не проводили, вот здесь это является следующим шагом по решению главы города, значит, взять усиленный контроль над соблюдением масочного режима в общественном транспорте. К слову, помимо соблюдения масочного режима, одновременно группы проверяют количество перевозимых пассажиров. Напомню, ранее на официальной странице мэра в комментариях горожане просили обратить внимание на оказание услуг в сфере пассажироперевозок. Фонд «Инсан» оказал помощь медучреждению в Баба-Юртинском районе. Главврач районной больницы поделился своими переживаниями о ситуации с COVID-19. По его словам, из-за резкого скачка числа больных, любая сторонняя помощь сейчас крайне востребована. Так, благотворительная организация доставила в муниципалитет два кислородных концентратора, маски и дезинфекторы. В беседе с медицинским персоналом больницы гендиректор фонда «Инсан» Мухаммад Расул Ахмедов пожелал врачам стойкости и здоровья. В Доме дружбы состоялась встреча участников проекта «Ломоносовский обоз между двух морей». Во встрече также приняли участие эксперты по дагестанской культуре, традициям, обычаям и этнодизайну. В течение 12 дней 40 молодых ребят из различных регионов России будут создавать новые элементы айдентики для СКФО, Южного федерального округов и Республики Крым. Также участники проекта посетят древний город Дербент и Чеченскую республику. Отмечу, что целью проекта является вовлечение молодежи в занятия творческой деятельностью, развитие международного и межрегионального сотрудничества, а также содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу. «Наша республика, как самая многонациональная, самая молодежная, самая, где большая мусульманская умма, им интересна с этой точки зрения и, более того, с точки зрения посещения туристической направленности, изучения древних объектов, которых у нас очень много, объектов культурного наследия. Поэтому вот эти направления им будут изучены, и, конечно же, они познакомятся с нашими молодыми людьми, между собой будет соответствующая дружба». В Хасавюрте состоялось чествование олимпийского чемпиона Заура Угуева. В торжественном мероприятии приняли участие известные дагестанские спортсмены, тренеры, руководители спортшкол. Поздравить чемпиона также пришли представители Министерства спорта и администрации города. В рамках чествования спортсмену и его тренеру вручили ценные подарки. Команда «Олимпийца» выразила благодарность присутствующим и пообещала продолжать радовать поклонников спорта. Махачкалинская «Динамо» сыграла в ничью с Таганрогским фортом. Центральный матч Тура во втором дивизионе ФНЛ завершился без голов. Обе команды играли явно на победу, но на счете это не отразилось. В концовке матча у наших футболистов было два шанса склонить игру в свою пользу. В штрафную соперников опасно прорывались Меликесцев и Абдурагимов. По итогам четвертого тура Махачкалинская «Динамо» на третьем месте в турнире на таблице. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания.